Итак, анализ связанных событий и потенциалов — это современный и достаточно эффективный метод анализа для оценки процессов восприятия как информационной информации, так и в сторону процессов принятия решений, памяти, внимания и эмоциональной оценки стимул. Метод анализа связанных событий и потенциалов имеет очень хорошее временное разрешение, то есть порядка 10 миллисекунд, собственно, как вы уже слышали, и может использоваться как в исследовании речи и языка, так и в исследовании базовых процессов данного процесса и возрастного развития. В данной работе мы представляем анализ связанных событий и потенциалов в группе в шлаш-школьниках, то есть внизу 11 лет, и целью было определить суть этого момента, связанных с событиями и потенциалов, которых реализуют подростное развестие детей. К нами использовалась классическая пассивная отбол парадигма. Суть этот парадигма заключается в том, что в ряду стандартных стимулов с какой-то не очень большой частотой предъявляется 9 стимул, который отличается от них по каким-то своим параметрам. В случае слуховой модальности это отличие может быть в соответствии с помощью длительности или громкости. Соответственно, при восприятии тивианных стимулов в мозге человека возникает особый потенциал, это которое при отсоединении выражается, различие выражаются в негативности рассогласования. Негативность рассогласования это компонент, который возникает при восприятии тивианного стимула и отражает процессы автоматической детекции различий, сравнения со свиданиями в памяти и так называемый механизм предвнимания и приборного внимания. В нашем случае мы использовали в качестве стандартного стимула чистый тон с частотой 1000 Гц, в качестве дилятного стимула был более высокий тон с частотой 2000 Гц, и подъявлялся он в 15% случаев. Всего дети слушают у нас 500 кром, то есть достаточно большое количество. Регистрация рекордского программа заработилась монополярно, он в 19 каналах.